В перинатальном центре имени Бакуниной также появилась новая техника. Она позволяет расширить перечень гинекологических операций для сохранения репродуктивного здоровья женщин. Какие операции смогут проводить врачи, узнал наш корреспондент. На операционном столе девушка 27 лет. Врачи восстанавливают репродуктивные функции организма. Девушке повезло к её услугам новая видеоэндоскопическая стойка с большим монитором и широкими функциями. Оборудование позволяет более точно и качественно выполнять операции пациентка. Здесь будет исчечение очагов эндометриоза, которые мешают забеременеть девушке. Чем лучше визуализация, тем качественнее выполнена операция. Эта система позволяет визуализировать на 100% то, что мы должны увидеть. Новая стойка оснащена камерами высокой чёткости и монитором высокого разрешения. Монитор более чётко отражает анатомические структуры. Это позволяет врачу во время операции получить детализированное изображение и обеспечивает лучшую визуализацию расположения органов, позволяет эффективнее проводить манипуляции. Это оборудование, оно эксклюзивное не только в Тверском регионе, а вообще в Российской Федерации. И мы рады, что наряду с федеральными центрами оно есть у нас. И нам есть чем сравнить, потому что мы пионеры в области эндоскопии у женщин репродуктивного возраста. Современное оборудование предназначено для малоинвазивных операций через небольшие проколы. Основное достоинство такого метода – минимальная травматичность, уменьшение сроков восстановления после операции. Любые проблемы хирургического профиля, которые случаются у наших пациенток, мы можем решить. А. В короткое время. Б. Доступом эндоскопически через маленький разрез с хорошей оптикой. Убрать то, что мешало нам забеременеть. Продолжить качественную дальнейшую жизнь. И наша награда – здоровые пациентки и рождённые дети. Кроме того, оборудование позволяет в целом повысить уровень оказания высокотехнологичной медицинской помощи жительницам Тверской области. А в будущем в перинатальном центре планируется открыть эндоскопическое отделение.